С чем связана такая агрессия животных? Это отсутствие дрессировки или звериные инстинкты? Почему собаки нападают на детей? Об этом мы поговорим с кинологом Еленой Моховой. Она на связи с нами. Елена, здравствуйте. Предполагаю, что в Коркино мастив напал на ребенка из-за того, что тот плакал. Может ли плач так спровоцировать собаку? Может. Особенно, если кричит очень сильно. Это нормальное явление для собаки, реагировать на резкие звуки. А может ли домашняя собака ревновать хозяев к их детям? Я, наверное, бы сомневалась в этом. У меня своих трое детей, потому что собаки всегда в доме были. Если ребенок маленький, как имеется в виду 4 месяца, конечно, это, скорее всего, плач спровоцировал. А в основном собаки ведут себя очень дружелюбно к детям. Хотя хозяевам надо смотреть за воспитанием собак. А что еще могло спровоцировать на нападение обученную дрессированную собаку? Ну, тут признаков-то может быть много. Собака может быть сама по себе агрессивная. То есть, расставленная на что-то еще. Ребенок мог собаку ударить. Ну, это имеется в виду ребенок, естественно, постарше. Ущипнуть. Просто, если собака наклонилась, ребенок мог схватить. Так как у маленьких, грудных детей особенно, очень сильно сжимаются ручки, он мог ее защемить чем-то. Вследствие чего она могла напугаться сама и даже из-за этого укусить. А какие породы собак считаются особо агрессивными? Вы знаете, я бы не сказала, что все породы агрессивны или выделяются какие-то особенно. Есть агрессивные люди, которые передают свою агрессию собакам. А может ли собака повести себя агрессивно из-за инстинктов? Ну, я думаю, что есть, конечно, и врожденные инстинкты у собаки, но развивают их люди. То есть, если собаку травить на все, на домашних животных, на каких-то, на кошек, на других собак, на людей, естественно, собака очень быстро привыкает к этому. Есть еще и хозяева, которые сами провоцируют собаку. Например, когда собака ест, протягивают к миске руки, когда она рычит, им это нравится. Пока она маленькая, конечно. Ну, воспитание очень много зависит. Скажите, а можно ли перевоспитать собаку, которая уже нападала на человека? Перевоспитать такую собаку, я думаю, очень сложно, потому что она уже попробует. Есть возможность ограничить собаку, гулять на поводке, гулять на морниках. Не гулять, допустим, с такими собаками там, где скопление народа, детей особенно. Ну, как-то так ограничивать. В противном случае, собакой при повторном нападении, ну, с моей точки зрения, лучше ее усыпить. По какой причине обычно собаки могут напасть на детей на улице? Если собака дворовая, по какой-то причине вырвалась с цепи, сорвалась цепная, вырвалась с вольера, она охраняет свою территорию. Ребенок мог испугаться, побежать, закричать, естественно, собака напала. То есть, ну, я говорю, в любом случае виноваты хоть как владельцы собаки. Агрессивную собаку ее видно. Ну, даже я считаю, что не с агрессивными собаками не стоит их выпускать, как попало. Спасибо, Елена. А я напомню, о причинах агрессии собак нам рассказала кинолог Елена Мохова.